Это же неспроста Пошли Пошли Брингер И если вы еще не поняли, напоминаю Вы находитесь на канале Random Game Довольно занятная игра Я вам ее сейчас покажу Мы с вами в нее немножечко поиграем Но перед тем, как мы начнем Хотел бы вам напомнить Чтобы вы подписывались на канал Кстати, у меня для вас новая идея Я предлагаю вам совместную подписку Вы подписывайтесь на мой канал А я захожу к вам и подписываюсь на ваш канал Таким образом, я получаю подписчика И вы получаете подписчика Я думаю, это взаимовыгодная сделка Она пойдет и нам, и вам, как говорится Вот Также, если понравится видео, ставьте лайки И пишите в комментариях, как вам вообще В принципе, вся эта идея Как вам видео, как вам я Как вам игра и так далее и тому подобное Ну что, в принципе, начнем Я не буду нажимать продолжим Я начну, наверное Сначать А начать тут что-то как-то не видать Настройки Очень интересно Только продолжить можно Окей, ребятки Давайте тогда продолжить Расскажу В принципе, это не критично Абсолютно Итак, мы с вами сейчас находимся на локации Они сделаны классно Вот это не пресные Не сухие какие-то Не стандартные диалоги А очень даже такие прям Клевые Реально клевые, ребятки Так вот Пока что здесь На данном этапе Но я так понимаю У него, может быть, можно будет что-то покупать Скорее всего На данном этапе Здесь можно прокачиваться Прокачиваться можно Вот именно на этой вот штуке Так, как туда попасть Ф-Е Что это вообще такое? Ага, вот так Хе-хе-хе-хе-хе Я играл в неё, скажем так Пару дней назад, наверное Поэтому немножечко подзабыл Запрыгиваем на алтарь сверху Левая кнопка мыши Здесь у нас дерево навыков Дерево развития Оно стоит Каждое стоит Какого-то определённого очка То есть у нас сейчас есть одно очко Мы можем потратить То есть сюда, например И получить дубовую кожу Увеличивать лимит очков здоровья на один Либо вот сюда, вот, к примеру Мгновенное перемещение Если хотим прокачать что-то более крутое То, например, вот этот стартовый набор То тут надо пять очков нам найти Вот Понятненько, да? Эскейп Назад Окей Теперь, что мы делаем? Прыгаем два раза И выходим в портал И попадаем, собственно говоря В мир игры Это первая глава Оплетённые врата Она называется Здесь нам надо всех победить У нас вот здесь Вверху находится карта На этой карте Мы понимаем, куда можно двигаться Либо вверх Либо влево Либо вправо Либо вниз Соответственно, вот они Выходы из этой локации В данной локации У нас нет врагов Но у нас есть вот такой вот Персонаж С которым можно поговорить Давайте пока нет врагов Посмотрим, как вообще-то В принципе всё делается Есть у нас прыжок Если два раза нажмём Это будет двойной прыжок Соответственно Вот Когда мы прыгаем Можем бить мечом И наш персонаж Немножечко вот так зависает Более того Бьётся, естественно На левую кнопку мыши Более того Когда мы в ударах Бьём кого-нибудь из врагов Он приближается К этому врагу И мы можем таким образом Передвигаться В принципе Прямо в полёте В лупе всех врагов Которые находятся вокруг Это довольно-таки удобно Также в игре есть возможность На шифт Это рыбок То есть грубо говоря Сейчас мы наверх Сами запрыгнем Называя на шифт Он перемещается Абсолютно Скажем так Хаотично Непонятно Куда он будет перемещаться Персонаж Вот Но А Понятно Чего я вам гоню Короче Куда мышка Туда и персонаж Здесь налево Здесь направо Здесь он сюда Соответственно Здесь он сюда Здесь он вверх полетит Здесь он в бок полетит При этом Когда он перемещается На шифт Он естественно В принципе Также ещё и атакует персонажа То есть можно В принципе Не на пробел сдвигаться А вполне себе Удобно двигаться на шифт Он запрыгивает В принципе Также на различные препятствия То есть Как бы проблем нет Также он может бегать По боковым граням То есть Грубо говоря Я просто на неё запрыгнул Он по ней скользит Если я двину вверх Клавишу мыши Ну не клавишу мыши Стрелку клавиатуры Да На вас направление У нас здесь То есть нажму на дабл И чтобы он вверх полз Он будет ползти наверх Вот То есть он прилипает К поверхностям Как видите От поверхности Естественно Можно отталкиваться И прыгать там Куда-нибудь в сторону Например Вот Чтобы допрыгнуть До верхней локации Нам надо будет использовать Ещё и шифт То есть это два прыжка Плюс шифт наверх И мы соответственно Запрыгиваем туда наверх Вот примерно Такое управление Также у нас есть пистолет У него есть Ну честно вам скажу Да Не знаю что вот это вот за шкала Это может быть Да Это стреляются Патроны у нас расходуются То есть мы выстрелили два раза У нас два патрона исчезло Патроны собираются Когда мы бьём врагов То есть соответственно Мы побили врагов И получили новые патрончики Сюда к нашему оружию Можно добавить ещё ячеечки Которые будут Каким-то образом Усиливать Когда мы нажимаем на тап Мы попадаем в карту В которой в принципе Показаны наши локации Где что расположено Также тут показано Сколько мы получаем Плюс к урону Там и так далее И тому подобное А вот здесь Снизу слева Будут показаны Наши усиления для оружия То есть если мы что-то поднимем Вот здесь будет показано Что это И небольшой текст О том Что это усиление Себя представляет Итак Давайте в принципе Поговорим с персонажем Разговариваем с ним На левую клавишу мыши И соответственно Посмотрим что тут за диалоги Они прекрасны ребятки Эй ты Ты же тут новенькая Ты уже говорила С Гаро А ты работаешь на него Отлично Я Пеппи Я вижу тебе не помешает помощь Вот возьми Нет Мне не нужна твоя кровь Тебе вообще не стоит Ее вот так раздавать Кровь Это не просто сила Береги себя Короче У нас вот здесь Помимо очков опыта Есть еще и кровь Кровь это местная валюта Получаете Когда убиваете Соответственно Монстриков различных Итак Что нам тут выдали Нам выдали Сюрикен Повышает урон от мечей На 10% Нам выдали Пулемет Соответственно Можно поставить Вместо Вместо пистолета Здесь у нас 12 Получается патронов В нем будет 6 плюс Непонятно Что это такое Ну вот Про вот это Пока в игре Информации Информации не было Не могу сказать Что это все такое Двойные запасные обоим Это плюс 10% Патрона Повышает урон от взрыва Также На 10% И лопата Повышает урон По оглушенным врагам На 10% Давайте мы попробуем Взять Сюрикен А мы можем даже Все взять Да смотрите Мы взяли Блин клево Вот это первый раз У меня на локации Произошло Когда я прям На первой самой локации Уже получил Такие плюшки Интересные Итак Мы взяли Сюрикен И получили Плюс 10% Урон Как видите Соответственно Мы можем взять Пулемет Он уже стал Прям покруче Мы можем взять Хрустальное сердце Повышать Лимит очков здоровья На 2 Здоровья у нас Видите 7 Взяли Стало здоровье 9 Вообще огонь Двойные запасные обоимы Повышают урон Взрыва На 10% Это у нас Вот она Ну грубо говоря Патроны Плюс 10% Я так понимаю Вот у нас один Патрончик появился И повышает урон По оглушенным врагам На 10% Блин спасибо Дружище Запомни Кровь Это сила Говорит она мне Итак Что у нас появилось Как можно Пистолет поменять На пулемет Я не знаю Потому что Пистолет у нас Куда то пропал И исчез Так Это в принципе Вся менюшка Которая у нас Здесь есть Ну потом Будем пользоваться Пулеметом Окей Теперь мы выбираем Локацию Ну давайте Заберемся наверх Это два прыжка И шифт наверх Прыжок Прыжок И шифт Мы запрыгиваем В верхнюю локацию И погнали В принципе Мочиться Со всеми Персонажами Которые тут есть Бьем мы их В принципе Довольно таки Удобно Своим мечом Проблем с этим Нет Но есть персонажи Которые будут Стрелять Задача В каждой локации Убить всех врагов Которые тут есть У нас осталось Только вот это Вот последнее Червячок Мы собрали с вами Тридцать три крови Ребятки И эту локацию Данную Мы соответственно Прошли То есть соответственно Можем ли мы Вот здесь что-то Разбить Давайте посмотрим Не разбивается Соответственно Из этой локации Она тупиковая Как видите Выхода здесь нет Окей Прыгаем тогда вниз При том что Насколько я понимаю Так Не туда я прыгну Попадая обратно В эту локацию У нас мобы Не возрождаются Что в принципе Огромное спасибо Игре Так оно и должно быть По большому счету Вот Пойдем влево Посмотрим что там Здесь у нас тоже враги Но пока их не сильно много Поэтому их спокойненько Сейчас с вами Заколбасим Вот Можно на прыжок Прыгать несколько раз В принципе В процессе боя И соответственно Летать просто Грубо говоря По полю И всех мочить мечом Мы вот всех замочили У нас как всем здоровье Как было Так и осталось Вот здесь у нас ребятки Должны быть Но они не выскакивают Да? Да Некоторые поверхности Там есть шипы Соответственно На эти поверхности Вставать не стоит Они очень похожи на эти Но здесь шипов Насколько я вижу Нет Итак Что мы получили Конденсатор Повышает скорость Перезарядки взрыва На 5% Скорость Перезарядки взрыва Окей Идем дальше Давайте попробуем Из пулемета Пострелять немножечко Вот так это работает Ну в принципе Довольно прикольно Так Надо забить Вот эту мышь Теперь Все Все Мы прошли эту локацию Очень быстро И довольно таки Не сложно У нас осталось 3 патрончика Надо что-то с этим делать Давайте попробуем Наверх подняться Эх Так Надо запрыгнуть Сюда наверх И туда наверх Окей Погнали Поделемся здесь Очень в принципе Удобно Классно сделана игра В том плане Что ну прям реально В ней Приятные такие бои Вот реально Ребятки Очень прям Классно дерется Очень быстро Очень комфортно Очень резво Мы смотрите Сколько патрончиков Уже с вами хапнули Так Кебаб из слизни Восполняет одно Здоровье Ну-ка давайте-ка возьмем Да У нас 8 здоровья Стало вместо 7 Отлично Так Пошли налево Окей Когда мы погибаем Нам немножечко Рассказывается о том Что за монстрики Здесь были в игре Что они себя представляют Все мы завалили Нормально Одно здоровье Только потратили Так Ну в принципе Неплохо Естественно Тут есть и боссы Локации Все время Разные То есть Это все Абсолютно Рандомное Что в принципе Огромный плюс До игры И я считаю Это очень-очень Круто На самом деле Так Вот здесь Как раз-таки Те самые Локации Которые Видите Ну не локации А шипы Которые У нас могут ранить Соответственно На них Лучше Не попадать Окей Нам осталось Забить Чебычка И еще У нас Кто тут Появляется Монстрки Наши Так Ну вроде Всех завалили Всех завалили Пять жизней У нас с вами Осталось Так Вправо Мы были Нам только Вниз Теперь можно Пошли Вниз Так Легко Мы вас Замочили Ну в принципе Норм Так Теперь Мы можем Либо Пойти Вниз Либо Вправо Соответственно Если Мы пойдем Вниз Там Видите Капелька Там У нас Будет Торговец Торговец Нам За вот Эту Кровь Продает Различные Ништяки Подходим К нему Общаемся Привет Хочешь Новое оружие Знакомься Это Ксипос Ксипос Ну ценники Как видите Конские Конечно Мы купить Ничего Не можем С вами Вот Поэтому Он достойный Ученик Скупца Вдвое Умнее Тебя Я встречал Торговца Скупца Это торговец Ксипос Ребятки Он взломал Кот Больше пороха Большой Бум С оружием Ты проживешь Дольше И передавай Соответственно Можем посмотреть Что это такое Но купить Мы из этого Ничего себе Не можем Что ж Идем вправо Погнали Очередной бой Как видите Все в игре Прям очень Очень И очень Комфортно Работает Очень Довольно Ну бои Я бы не сказал Что легкие Бои с боссами Они прям Вообще тяжелые Если честно И Прям там Надо прям Уметь драться Я Не сказать Что прям Силен В этом плане У меня 4 жизни Уже осталось Ребятки Это не есть Хорошо конечно Так Давайте Наверх Запрыгнем Наверх Что ты будешь Делать Все время Забываешь Надо дамышку Показывать Куда ты хочешь прыгнуть Так Запрыгнули Погнали Тут всех Побьем Так Осталось Не уша Да У нас Заварили Ну вот Успевают Успевают У нас Пострелять И 2 жизни У нас Осталось Собственно Говорит Зато Мы с вами Практически Все уже Исследовали Но Все это Печально Все это Печально Уже Нас Скоро Убьют В общем Суть в том Прокачивать Свою персонажа Прокачивать Ветку Там Вот это Дерево Чтоб Можно было Становиться Сильнее Убивать Как можно Больше Монстр Вот Потому что Все Нас убивает Нас убивает Нам показывается Кто нас убил Наверное Скорее всего Альфа Демон Самый опасный Хищник Может извергать Непрерывный Поток Пуль Вот Время Прохождения Орбиты Это Сколько Мы Наверное Убили Боссов Я так Понимаю Кровь Сколько Мы Заработали Комнат Сколько Мы Прошли 12 Из 22 Вот Ну Соответственно Говоря Вот На этом В принципе Построена Игра Она Реально Очень Разнообразная Она Ну Блин Вот Мне Она Очень Даже Понравилась Ребятки Мы Жмем Продолжить И попадаем На дерево Звенящие Где мы В принципе И были Вот Вполне Возможно Персонаж Нам Вот Этот Что Нибудь Новенькое Расскажет Но Пока Что Пока Что Ничего Вот Соответственно Прокачка И снова В бой Ребятки И так Пока Вы Грубо говоря Не победите Может Быть Что-то Крутое Найдете Там Из Предметов Которые Вам Попадут И так Далее И тому Подобное Чем Хороша Игра Она Очень Быстрая Она Очень Так Прям Легко Проходится Но В плане Того Что Ты Не Тормозишь Ты Просто Херачишь Всех Направо И налево Блин Это Классно Я Считаю Что Игра Достойна Вашего Внимания Поэтому Скачивайте Устанавливайте Ссылочка В стиме Там Будет В описании Внизу Играйте Считаю Что Игра Очень Даже Неплохая Подписывайтесь На канал Я Опять же Предлагаю Взаимную Подписку Вы Подписались На меня Я Подписался На вас Ставьте Лайки Пишите Комментарии Это Все Поможет Развитию Канала Спасибо Что Посмотрели Всем Пока